1 марта, когда хотя бы календарно, но становится очевидным неотвратимое приближение весны, в Национальном выставочном центре собралось более двух сотен журналистов, экспертов, чиновников и бизнесменов. Формат «Большого разговора с президентом» зарекомендовал себя как удобная площадка для обсуждения самых острых вопросов белорусской политики и экономики для людей с активной гражданской позицией. Прошло два года, с момента первой встречи накопилось много тем для откровенной доверительной беседы. Стоит отреагировать на современные вызовы, сделать шаг в направлении укрепления собственной военной мощи, как сразу начинаются волнения и в международных политических кругах, и на просторах интернета. Правда, тут действуют все, о которых я говорю, избирательно. Для Беларуси это плохо. Но сегодня, последнее, наверное, может вчера вы уже ознакомились с новостью, что наша добрая соседка Польши до 1926 года на оборону истратит сколько? 50 миллиардов долларов. 50. Тишина. Нормально, все нормально. И наши тоже не анализируют это. Ну, к слову, если вот тоже одна из последних новостей, касающиеся нашей обороны, безопасности, Россия будет укреплять западный округ свой. Чтобы вы знали, западные российские округи и другие части ближе к Москве, это единая и наша армия, которая является основой, это единая группировка вооруженных сил на этом направлении, который непосредственно соприкасается с НАТО. Так вот, если бы завтра прошла новость о том, что Россия какой-то там полк добавила к западу от Москвы, отдельно бы гвалтом кричали. Вот вам и отношение к двум фактам. Ну, давайте будем тогда вырабатывать какой-то критерий и оценивать эти события по определенному критерию. Я уже тысячу раз заявлял об этом, что с территории Беларуси, я не говорю, что от нас, с территории Беларуси никогда не будет никаких войн и конфликтов. В начале разговора Александром Лукашенко много было сказано о возможности слышать объективную информацию. Сегодня медийное поле – это практически стена шума, в котором достоверные новости могут быть похоронены под фейками. Никто не хочет быть обманутым. Сегодня тот самый случай, когда можно услышать ответы на любые вопросы из уст первого лица. Я еще раз прозываюсь к объективности, когда вы оцениваете как эксперты те или иные события или средства массовой информации, которые подают это событие. Ведь наши люди и мы, в том числе, научились держать удар. Мы точно знаем, что сила в справедливости и в правде. Вопрос только во времени. Поэтому встреча с вами – это возможность донести ее до народа. Особую нишу в работе масс-медиа занимают эксперты. Вы – лидеры мнений. И сразу первый вопрос о переговорах первых лиц Белоруссии и России. Александр Лукашенко и Владимир Путин за последнее время провели много времени, обсуждая двусторонние проблемы. Есть ощущение явного дефицита в официальном освещении итогов этих встреч. Инициативу перехватывают анонимные комментаторы в интернете. Строительство союзного государства – это драйвер или уже тормоз сотрудничества? О чем все-таки два президента говорили в Сочи? Как бы вы охарактеризовали сейчас общественное мнение по поводу совершенствования союзного государства? Властные намерения какие-то? И, может быть, открыли бы, если это возможно, какие-то небольшие секреты, о чем вы там договариваетесь? Потому что мы волнуемся. Нам это интересно, это задевает не только ум, но и сердца, мне кажется, и в России, и в Белоруссии. И, наконец-то, вы увидели союзный проект, наконец-то вы волноваться начали, и, наконец-то, вы озаботились союзным государством. Но когда я слышу подобные разговоры со стороны россиян, я и своему другу об этом только в более мягкой форме говорю, с чего бы это, а? Слушайте, столько лет прошло, можно сказать, десятилетий. Десятилетия прошли с тех пор, когда мы с Борисом Николаевичем Ельцин взяли этот курс на единение наших народов и пытались подтянуть к этому. И Украина почти рядом была, и другие республики. Много было хитросплетений. Если в это окунуться, нам не хватит сегодня дня, чтобы я окунулся в воспоминания и вам все рассказал. Сегодня нам предлагают валюту. За? Коль уж касаться этого вопроса. За. И вот мы с Владимиром Николаевичем, обсуждая некоторые вопросы, он мне так риторически говорит. Ну, слушай, ну, конечно же, это будет рубль. Я говорю, конечно, рубль. И у нас рубль, и у вас рубль. Зачем нам выдумывать талер? Рубль. Только вопрос же не в этом. Это будет не российский, не белорусский рубль. Это будет наш общий рубль, если он будет. И главное, эмиссионный центр. Эмиссионный центр. Он мне говорит, ну, что, в Минске будет? Я говорю, да нет, в Смоленске. Ну, так отреагировал. Говорит, неважно, где он будет. Пусть будет в Питере. Родина президента России, мой любимый город, Ленинград, Петербург ныне. Пусть там будет. Надо понимать, что за это время выросло два поколения. Одно еще не очень сознательное представитель у меня дома. А второе, они у меня двое побольше уже, это выросшее поколение, суверенные, независимые государства. Это другие люди. Это прекрасная молодежь у вас, у нас. Ну, это уже другие люди. Они, как мы, не помнят этого Союза, этой мощи. Тем более, как начали костылять этот Союз, не у нас. Не помните где? Это сейчас поворот какой-то наметился, что Советский Союз был благо. Тогда было по-другому. Вот я сейчас смотрю ваши передачи, и вы начинаете кого-то там критиковать, особенно Украину, памятники сносили. А кто пример показал? Не мы. Поэтому многое делали не так, многое можно было сделать тогда, но это не сделали. И уже вы очень правильно сказали, надо посмотреть, что мы можем сделать, что не можем, а что вообще нельзя делать сегодня. И когда мы с президентом России обсуждали эти вопросы, я, конечно же, не буду тут их перечислять. Они были подвергнуты анализу все. Мы как раз по этому критерию и подходили к этому. Никаких замашек со стороны, по крайней мере, президента России на то, что надо Беларусь инкорпорировать или включить там состав России, я ни разу не услышал. Даже настроения такого не было. Я его знаю уже два десятка лет, этого человека. Я бы почувствовал это. Поэтому я вам искренне, честно говорю, нет никаких намерений у огромной страны поглотить Беларусь. Есть политическая дипломатия, есть политическая практика, но есть и народная мудрость. Тише едешь, дальше будешь. Тем более, когда накопился основательный груз проблем. Важно соблюсти равновесие и не перевернуться. Видимо, скоро здесь не самый лучший товарищ. А самый лучший – результативность и четкое понимание целей. Надо время, чтобы прояснить все моменты, надо это делать. Решать проблемы беларусско-российские отношения, в том числе в рамках Союза, надо шаг за шагом, не торопясь. И многие, по многим вопросам мы решение приняли. Поэтому еще раз подчеркиваю, никаких закулисных, темных схем мы не вырабатывали. Мы не имеем права по договору сделать что-то за спиной людей. Если мы не снимем проблемы беларусско-российских отношений, которые сегодня ребром стоят, вопиют, мы вообще о каких-то глобальных целях, об объединении говорить даже не должны. Люди должны видеть, что элементарное надо решить. Пока руководство России, прежде всего правительство, не готово идти этим путем. Поэтому мы договорились о том, что мы, создав две группы, правда, я не знаю, когда российская группа согласится работать, мы готовы к этому. Вы знаете, она у нас существует в полном составе, хоть завтра мы готовы начать работать, но пока в этом ключе работы нет, не продвигается. Но это не катастрофично для беларусско-российских отношений, потому что у нас коридор возможностей и широкий, и длинный. Мы можем спокойно решать наши проблемы. Знаете, какая самая большая проблема в наших отношениях? Вы не знаете, что происходит у вашего младшего брата. Вы не знаете, чем живет Беларусь. И я не скажу, что вы не знаете глубинных проблем. Вы не знаете даже проблем, которыми живет Беларусь. Вы не знаете проблем, которые на поверхности лежат. Это первое. Второе. Прекратите нас обвинять в нахлебничестве. Мы у вас никогда не были нахлебниками и не будем. И знаете, когда народ это слышит, особенно я, самолюбивый человек, мне не хочется никаких союзов. Информационная эпоха, новые методы распространения и комментирования новостей – темы, которые звучали сегодня очень часто. Но и традиционные каналы получения и распространения информации полезны. Вот, например, за полутора суток белорусскому телеграфному агентству пришло более двух тысяч сообщений, адресованных президенту. Хочу такую интересную вещь отметить. Сейчас вот слушал это обсуждение и про Россию, и про информационную безопасность. И заметил для себя, что на самом деле журналисты, эксперты, мы всегда склонны поднимать какие-то глобальные вопросы. А вот люди, которые присылали нам вопросы в рамках этой акции, ваш вопрос президенту, их, кстати, пришло более двух тысяч этих вопросов, они в основном пишут о том, что волнует непосредственно в их жизни, то есть тех проблемах, с которыми они сталкиваются, не о каких-то даже глобальных вещах. В центральной линии проходят вопросы о ситуации на рынке труда, о конкретных предприятиях, в отраслях, то есть это зарплаты, пенсии, пособии, поддержка молодых семей, все, что связано с уровнем благосостояния. И особенно остро, на мой взгляд, исходя вот из среза, это волнует жителей в небольших районах, населенных пунктах, где порой одно-всего два каких-то градообразующих предприятия. Хорошо, если они работают успешно, но бывает, что есть и проблемные моменты. И зарплата вот в регионах, в таких небольших населенных пунктах, естественно, порой не дотягивает до средней по республике. Тоже интересуется строительством жилья, регистрацией, кредитованием, возможностей более раннего использования семейного капитала, очень часто звучит эта тема, вопросы экологии, цен и так далее. Поэтому мы собрали их все, классифицировали, мы готовы их оперативно передать, часть из них уже передана в администрацию президента. И было бы неплохо, чтобы их рассмотрели, детально проанализировали именно на местах, и если хотя бы часть из них найдут свое практическое решение, это уже было бы значимым результатом этой встречи, этого мероприятия. Первое, что я хочу сказать, за прошедших два года инициаторами были сами такие же люди и бизнесмены, мне казалось, что мы уже приняли все решения по поднятым вопросам. Все. И по какому-то третьему, пятому кругу идем, решая другие вопросы, и эти же самые. Например, семейный капитал вы затронули, это вопрос многодетных семей и прочее. Рамки семейного капитала будут расширены. Жильем может быть еще какими-то вопросами, если тут только семейный капитал могут использовать там на здоровье ребенка и еще на образование, по-моему, то сейчас мы его договорились расширить, в ближайшее время эти решения будут приняты. Что касается свободы предпринимательства, создания новых предприятий в любой точке, особенно на селе, ну, слушайте, тут уже больше нельзя принять каких-то решений, что больше не примешь, потому что полную свободу дали. В течение дня зарегистрировался, иди работай, заплатил там какую-то копейку, единый налог, а где-то вообще ничего не платишь, так называемое самозанятое, и еще ни одной жалобы не было, чтобы кого-то там задержали, какой-то бюрократизм какой-то, кого-то заел, и не пустили человека работать. Просто надо людям нашим начинать шевелиться. Что касается власти, они правильно пишут, что нам бы вот в чем-то помочь, что мы и делаем. Вы помните, как по Орше, сколько критиковали меня за этот проект? А, там родина президента, он... Я действительно взял этот проект в городе, типичным для таких городов Беларуси, потому что я знаю этот город, и там меня не обойдешь. Я знаю все предприятия. Потом вышли на какой-то единый образец. Мы его сейчас прокатываем в Орше. Уже началась работа в Борисове. У нас в Барановичах, Молодечной и так далее определенные проблемы, пусть не такие, но существуют. Но это мы хотим пробировать тот путь, по которому пойдут такие города. Мы очень много сделали для того, чтобы человек сегодня мог шевелиться и заработать для себя и для своей семьи. Если что-то не сделано, я уже разозлившись публично говорю, стань к зеркалу и посмотри на себя. Нашим людям надо начинать, как я когда-то сказал, и вы долго шутили, раздеваться и работать. Мы транзитная страна. Говорят, не дай бог, конечно, не было бы счастья, да несчастье помогло. Сегодня у Запада и Востока нет других артерий общения между собой от Великого Китая до Германии, Великобритании и Франции, как Беларусь. И здесь кто только не едет, не ползает и не бегает. Ну так окажите им услугу. Они все нуждаются. Картошки отварите. Мы же бульбаши. Драники выпекайте. Чай приготовьте. Автомобиль помойте. Еще что-то. Море услуг, когда человек едет. Отремонтировать машину. Обслужить чего-то. Надо просто шевелиться. Надо уже, чтобы у Беларуса вот эта предпринимательская жилка просыпалась. Интересная дискуссия получил с представителем европейского радио. Корреспондент много спрашивал про возможные угрозы для Беларуси со стороны восточного соседа. И даже подарил Александру Лукашенко книгу украинского эксперта «Гибридная агрессия России. Уроки для Европы». Следует ли в вопросах безопасности делать ставку на национальную идентичность? Шмат. Вот вы сегодня казали про это. И мы до начала этой размовы вы говорили со старшиней Рады Беспеки и с подором Засем. И он анонсовал, что 12-го соковика будет Рады Беспеки, где будет подставлена новая концепция информационной безопасности нашей краины. Что рабить нам с информационной безопасностью? Вот вы говорите о том, что, ну, кто-то там на Востоке ведет против нас информационную войну. Вы публично, наверное, слышали мои высказывания, мои замечания и претензии в адрес России, и где я прямо говорил о том, что вы развязали против нас информационную войну. Ну да, понятно, где-то нас хотят экономически прижать, что-то показать, а может, действительно озабочены этим налоговым маневром. Ну, Господь с вами, ну, переживем этих 400 миллионов в этом году, а может, чуть меньше будет. Ну, переживем. В ноябре закончим модернизацию своих заводов, и мы купим нефть со стороны. Мы купим на рынке нефть. Сегодня нефть и покупай сколько хочешь. Вопрос в цене. Когда мы закончим модернизацию, глубина переработки будет 92-95%, как на европейских заводах. Это немало стоит, это миллиарды долларов стоит. Но мы ее закончим. Ну, и кто от этого выиграет? Мы просто на российский рынок, где перерабатывается российская нефть, мы привезем чужую нефть. России это надо? Нет. Ну, так сегодня надо думать об этом. Давайте будем свою информационную безопасность строить не за счет других и не за счет нападок на других. А что касается суверенитета, независимости, вот я от вашего брата часто слышу, Лукашенко перехватил лозунг белорусской оппозиции. Слушайте, вы откуда знаете мою позицию? Вы ее не знаете. Потому что отличие борьбы Лукашенко за независимость и нашей оппозиции, отличие, различие, состоят в том, что они очень много кричали об этом и пытались эту высоту взять штурмом. К чему это привело, слава Богу, Украина показала. Я, в отличие от вас, делал это спокойно, померковно, так как и требуется от белорусского человека. И чувствовал, что у меня за спиной 10 миллионов белорусов постоянно были, и гостей миллионов 5, которые перемещались через белорусов. Поэтому никогда Лукашенко не был против суверенитета и независимости. Главный факт, который я могу вам привести в этой связи, в том, что я президент, первый президент Беларуси, а не кто-то, и даже не Валентин Голубев, который не меньше меня сражался за эту независимость, а я. И тот же Валентин и Олег с меня спросят. Они с меня потом спросят, их дети, внуки, и те 10 миллионов, которые были за спиной, и те гости, которые спокойно к нам приезжают. Я не хочу войны, я не хочу раздравить. Я знаю, что, я говорю, так называемая часто оппозиция. Почему я так называю свою оппозицию, так называемую? Потому что это не оппозиция, это некоторые оголтелые там есть. Они думают, что войнушку тут развяжем, опять же про эту Украину, вот как там дестабилизируем обстановку, и на этом погреем руки. Не получится. Если я буду президентом, я уже об этом говорил, ни у кого не получится. Я вас первыми брошу в полы этой дестабилизации.